Практическая психология С родителями этих детей И, наверное, не раз уже сталкивались с тем, что родители говорят Мы не понимаем весь этот эмоциональный мир ребенка Давайте попробуем сегодня разобраться Чтобы нашим слушателям было легче понять своих собственных детей Что же происходит в этом огромном, ярком мире детском Итак, что же такое эмоции? Сначала, наверное, такие базовые Да, давайте начнем с определения эмоций То есть эмоцию мы все в обиходе понимаем прекрасно Что это реакция на какую-либо ситуацию, на окружающий мир Некоторые психологи это трактуют как психический процесс То есть более длительное что-то проявление Но я все-таки склонна определять эмоцию Как и другие некоторые психологи Как некоторое состояние Некоторое состояние, которое возникает в ответ на какую-либо ситуацию На какое-то событие Может быть, на какое-то даже просто свое внутреннее переживание То есть эмоции это все, что мы испытываем практически И испытываем достаточно кратковременно Все-таки многие психологи сходятся во мнении, что это не столь длительное переживание Но, тем не менее, оно бывает разное по окрасу, да? Да, безусловно То есть мы легко принимаем эмоции ребенка Если это радости, если это какие-то радующие нас Положительные составляющие Но мир эмоций, он очень-очень богат Да, безусловно И вот, да, маленький ребенок рождается В каком возрасте они примерно уже начинают эти эмоции нам транслировать? Ну, уже вот начиная с комплекса оживления, который известен всем родителям Когда ребенок улыбается в ответ на улыбку родителя То есть они так отражают наши эмоции И, конечно, дети уже начинают испытывать эмоции Пусть они даже неосознанные еще Но они начинают их уже проявлять Подражая родительскому этому эмоциональному состоянию И причем тут вот мы сразу же, если сейчас нас слушают родители Должны с вами четко понимать, что Если ребенок вдруг, например, не выражает вот этот же комплекс оживления То для родителя понятно, что для опытного, может быть Это уже такой звоночек, да? Что что-то не то с миром эмоций моего ребенка, да? А если он, как говорится, по срокам показывает Дает знать, что он безумно вас рад видеть, да? Да, буквально на первом Он оживляется, да? На первом месяце буквально жизни уже ребенок должен показать Все равно какую-то ответную реакцию на родителя На близких ему людей Ну, чаще всего это бывает на мамочку, которая подходит Все время рядышком Да-да-да, подходит, и ребенок, конечно, улыбается, машет ручками И, да, считается, что если этого комплекса оживления Нет, то уже ребенка можно заподозрить какие-то нарушения Конечно, эмоционального мира и психические нарушения Ну, сейчас я не буду вдаваться в подробностях Но тем не менее, да, недаром синтетивные родители Уже начинают, например, беспокоиться по этому поводу, да? Да, да, и вот, например, есть такие всевозможные очень коротенькие тесты, да? Например, на появление раннего расстройства аутического, да? То есть мы об этом все равно озвучиваем, говорим Чтобы если вдруг, вот, например, есть сейчас родители, которые слушают нас И понимают, что, да, вот мы не видим этого комплекса оживления, да? То можно сразу же сходить, например, к этому же педиатру, да? И задать эти все интересующиеся, интересующие их вопросы Конечно, не стоит ровно в месяц уже бить тревогу Это бывает, что чуть пораньше, чуть попозже Вот, но тем не менее, вот такие временные рамки Месяц, полтора месяца Да, и так ребенок растет Его эмоции, все, гамма, да, переживаний Становится все больше и больше Что мы с вами видим? То есть, например, ребенок, если он хочет чего-то добиться Он всячески высказывает свою точку зрения, да? Там, телом, движением, криком, шумом, смехом Да, и как правило, первоначально дети высказывают И транслируют все свои эмоции не совсем адекватно, по мнению родителей То есть, если им нужно какую-то игрушку, например, в супермаркете То они начинают там топать, кричать И, конечно, родители не понимают, почему ты не можешь спокойно сказать, там, показать Вот, именно поэтому мы подходим к такому вопросу о том, что нужно учить детей То есть, с эмоциями, да, нужно разбираться Конечно, да Это обучаемый процесс, да? Да, то есть, почему-то, вот, многие родители, которые ко мне обращаются Они считают, что, ну, сам научится свои эмоции понимать и контролировать и так далее То есть, даже порой не задумываются о таком вопросе На самом деле, это точно так же, как умение читать, писать Умение владеть своими эмоциями тоже нужно прививать ребёнка Получается, что сначала ребёнок, он может, во-первых, обучаться в семье Да? Он видит, как эмоционирует мама, папа, да? Как они друг с другом взаимодействуют И чаще всего он просто берёт под копирку какие-то моменты, да? Конечно, дети учатся на нашем же примере И вот почему и задают некоторые вопросы Вот почему мой ребёнок такой эмоциональный? Ну, скорее всего, кто-то и в семье такой эмоциональный Потому что, ну, откуда-то он это всё скопировал, перенял Или бывает ещё по-другому, да? Когда вроде бы родители такие эмоционально холодные Они видят, что ребёнок совсем по-другому чувствует этот мир Совсем по-другому выражает свои эмоции И это их тоже пугает Потому что они-то уже к своему определённому возрасту Причесали мир эмоций, да? Свой Они уже понимают, где социально одобряемое поведение, где нет А для ребёнка ещё этот мир непонятен Да, и бывает, что родителей даже ребёнок хочет раскачать немножко на эти эмоции Вызвать у них эти эмоции Вот, давайте об этом более подробно, Катя Итак, если мы таких видим, да, такая пара, которые всё в этой жизни знают Они понимают, что можно себя сдерживать, контролировать И вот у них есть ребёнок, который совсем выпадает из этих рамок Что мы тут можем рекомендовать? Каким образом мы можем вообще выстроить взаимодействие родителей-ребёнок в такой ситуации? Надо вообще отталкиваться от причин Почему ребёнок эмоционирует? То есть вот почему он настолько ярко проявляет свои эмоции Если, как вы говорите, родители, например, холодные, если мы берём такое условие То всё равно у ребёнка есть какие-то мотивы поведения такого То есть либо это власть над родителями То есть желание показать, кто здесь главный Я могу громче топнуть, чем папа и так далее Либо это желание манипуляции какой-то То есть, например, я хочу получить желаемое И я знаю, что раньше я так получал, когда покричу Да, может быть и так, да Тем более, если родители уже поддавались на такие крики Лишь бы не кричал, лишь бы успокоился И вот, бери всё, что хочешь То, конечно, да, ребёнок, он это просто считывает Даже не столько запоминает, сколько, наверное, на бессознательном уровне Он понимает, что можно так поступать, именно в такой ситуации И он начинает кричать ещё громче, если ему не дают То есть в прошлый раз вроде всё сошло хорошо А тут получилось так, что не проходит И, конечно, ребёнок начинает ещё больше проявлять, транслировать эмоции Бывает так, что ребёнок просто устал То есть тут нужно принимать причины вот этого эмоционального состояния То есть, может быть, детям вообще очень трудно ждать долго Где-то вот ходить по магазинам с родителями И он может, да, вот таким вот своим всплеском эмоциональным показать Что вот я устал, а так как объяснить вот как взрослый человек Он не может это, то он может вот, да, или вскрикнуть Или что-то предъявить родителю Мало того, часто вот, например, замечала, что дети, например, перед болезнью, да Кажется, ну, как будто подменили твоего ребёнка, да А он ещё не может тебе сказать, что вот ему там плохо, да Что он себя уже чувствует не так важно Да, поэтому вот я всегда говорю родителям, что очень важно учить Учить именно ребёнка владеть своими эмоциями А, во-первых, осознавать То есть начать с того, что вообще понимать, что я чувствую И, конечно, в этом ведущая роль у родителей То есть если они видят, что их ребёнок, например, злится То важно это проговорить и сказать Я вижу, ты злишься Вот, чтобы ребёнок уже понимал, что, а, да, я, наверное, злюсь Потому что не все даже дети понимают эти эмоции Вот, я часто сталкиваюсь с такими детьми, которые даже не знают названия эмоций То есть не могут их показать, не могут интонационно выразить И, конечно, родителям очень важно вот это вот всё показывать ребёнку Что вот самой маме тоже важно, если она сердится на её ребёнка Тоже бывают такие ситуации Вот, она может показать это и мимикой, и пантонимикой Интонационно, что я сержусь на тебя, вот за твоё поведение Вот, и, конечно, ребёнок должен это понимать, чтобы научиться различать эмоции То есть, во-первых, осознавать их в себе Во-вторых, различать их в других людях Я сейчас, Катя, представляю, как многие взрослые сказали Вот мы ещё сами-то в себе разобраться не можем А вы тут хотите, чтобы мы учили своих детей проживать, осознавать эти эмоции Конечно, это непросто, если у вас в практике таких вещей не было Но, тем не менее, я всегда говорю, что здоровый ребёнок – это когда есть здоровый родитель И лучше, конечно, детей не травмировать Потом сложнее бывает разгребать все эти ситуации Говорят, спокойная мама, спокойный ребёнок тоже так же Конечно, да, важно хотя бы учиться Мы же все учимся с нашими детьми То есть мы стараемся И совершаем ошибки, и слава богу, да Да, конечно, и слава богу, что нет идеальных родителей А то как бы тогда жилось в этом идеальном-идеальном мире Так все дети способны испытывать эмоции И, знаете, ещё очень удивительное Я, по крайней мере, у меня есть в опыте такие ситуации Когда ребёнок в социуме один И когда он приходит домой – это совершенно другой ребёнок То же самое, когда он дома – это один ребёнок А в социуме – совершенно другой Вот почему дети так себя ведут? С чем это связано, как вам кажется? И где он настоящий? Мне кажется, настоящий он и в социуме, и в семье Это безусловно, потому что нам всем склонно вести себя С разными людьми по-разному И хорошо, если ребёнок, он это понимает и он это чувствует То есть значит, что у него есть уже какие-то зачатки Эмоционального интеллекта, социального интеллекта То есть он понимает, где как себя вести Да, бывает так, что ребёнок либо, например, в учебном учреждении В детском саду, в школе Он более, что ли, такой причесанный, если вот так говорить Социально ожидаемый, да? Да, то есть он выполняет все правила Он знает, как говорить, как там ходить, как отвечать на вопросы А дома он расслабляется, так скажем Да, он снимает в себя эту роль, хорошего или там хорошей И начинает ходить по потолку Да, 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 и родители такие, что в чём дело То есть они начинают сразу бить тревогу На самом деле это всё вполне объяснимо То есть мы сами после рабочего дня Мы устаем, естественно И можем позволить себе расслабиться дома Лёжа на диване И, конечно, ребёнку тоже это необходимо И нужно понимать, что вот Хорошо, что он так вот разграничивает Что он понимает, где как себя вести Хуже по-другому, да? Хуже, когда, да, в социуме он себя предъявляет Как-то более ярко и более расслабленно, раскованно А в семье он такой вот по струночке ходит То есть это стоит задуматься о методах воспитания, да? То есть родители, может быть, чересчур Какие-то жёсткие требования предъявляют к ребёнку Если он боится расслабиться дома А наоборот, вот в социуме где-то чувствует себя более раскованно Катя, скажите, вот как понять Где эта норма проявления эмоций А где является уже отклонением своего рода? Ну, вообще... То есть у нас же есть такое понятие нормы и патология, да? То есть мы сейчас диагнозы не ставим Но есть какие-то такие критерии, да? Которые мы должны с вами понимать И осознавать, что это не есть норма Вообще вот всё, что касается эмоций Там, конечно, очень всё размыто Потому что мы все разные по темпераменту То есть кто-то более, может быть, импульсивен Кто-то более спокоен И вот эти вот рамки эмоциональности Они не установлены То есть ни один психолог, он не может сказать Что вот именно так правильно проявлять эту эмоцию Вот Поэтому мы исходим из только адекватности Именно проявления этой эмоции Ситуации То есть вот если ребёнок, например, радуется Когда все радуются Когда у всех это вызывает Именно эту эмоцию То тогда это и считается норма А если ребёнок, например, радуется, а все плачут То есть какая-то печальная ситуация Конечно, мы можем говорить о том, что ребёнок Он не дифференцирует эмоции Ему трудно различать их Ему трудно их адекватно ситуации применять Ну, например, да, можем привести там Например, он делает кому-то больно Да, и смеётся И смеётся И причём он не осознаёт И не пытается понять, да Что это сейчас действие привело Реально к каким-то болезненным ощущениям То есть тут можно говорить даже Об отсутствии эмпатии То есть вот сопереживание Сочувствование другому Поэтому, конечно, важно Очень обучать эмоциям Но всё-таки бывают такие патологии у детей Там, например, шизоидное расстройство Или расстройство аутистического спектра Когда ребёнку Непонятные эти эмоции Да, считывать эмоции Очень трудно в самом себе разобраться И, соответственно, в других тоже Да, и выстроить какие-то коммуникации Да, такие адекватные коммуникации Хорошо Давайте мы сейчас Очень часто звучит у нас Эмоциональный интеллект Эмоциональный интеллект, да Как этому обучаться? С какого возраста Мы обучаемся Эмоциональному интеллекту? Можно ли этому обучаться В пределах семьи? Или это ждать, когда там Начнут лекции читать Эмоциональному интеллекту в школе? Да, ну, конечно Эмоциональный интеллект Это тоже такое условное понятие Оно сочетает в себе умение Осознавать эти эмоции Умение понимать причины Появления этих эмоций Что тоже очень важно Потому что ребёнок может Понимать, что за эмоция А из-за чего он начал её испытывать Он может не всегда чувствовать Умение также регулировать Своё эмоциональное состояние И умение использовать И применять свои эмоции Для улучшения своей деятельности Вот такое определение примерно Дают американские психологи То есть вот они как-то Первые начали заниматься Этим вот эмоциональным интеллектом И вот сейчас достаточно Много школ И в Америке, и в Европе, и в Швейцарии Очень даже Большое внимание эмоциональному интеллекту Уделяется У нас, к сожалению, пока Вот не совсем ещё Вот этому вниманию уделяется Поднятый, развернутый Да, всё-таки больше Познавательной сфере уделяется Внимание, чем вот эмоциональный Хотя, смотрите, да Уже есть исследования Которые показывают о том Что люди с хорошо развитым Эмоциональным интеллектом Они более бывают успешны Чем люди с интеллектом Да, умственным Познавательным, да Конечно, и сейчас уже Вот даже в России В некоторых компаниях Там, например, в компании Сбербанк Там уже проводят исследования Диагностику сотрудников На эмоциональный интеллект Вот Ну, в такой известной компании Как Google Тоже это уже давно существует Вот И, безусловно, заниматься этим Очень важно и нужно И вот возвращаясь к слову Того, с какого возраста То есть как раз с такого возраста Когда ребёнок начинает Хотя бы как-то эмоционально реагировать То есть вот с самого раннего возраста Можно уже ему там говорить Что я сержусь Я радуюсь Ну, вот как-то сообразной ситуации Можно показывать это на героях сказочных Даже вот за просмотром мультфильма У нас очень такой богатый Мультипокалиликационный материал Где можно изучать разные эмоции То есть вот родитель буквально Смотрит с ребёнком мультфильм И говорит, что Ой, смотри, как зайка боится А тут смотри, там ёжик улыбнулся Ну, то есть вот какие-то вроде бы базовые вещи Но это важно ребёнку проговорить Потому что мы все взрослые Мы всё это понимаем А ребёнок ещё только учится Он только вот познаёт этот мир Поэтому ему мир эмоций Тоже важно вот понять и осознать Вот прямо сейчас поймала себя на мысли Когда вот меня пятилетний сын спросил Мама, откуда я знаю, что небо голубое? Да? А откуда ты... Я спросила его Откуда ты знаешь, что ты меня любишь? Он такой вот Ну, я же это чувствую А вот то, что небо голубое, я ведь не знаю Да? То есть чувствую и знаю Да Вот эти ощущения, они начинают дифференцировать Да, они могут даже это чувствовать Но вот да, в понятие знания Вот именно в поле осознания Это ещё не выходит То есть вот и важно, конечно, вот это Ребёнка научить Отождествлять То есть эмоции все Дифференцировать правильно Ну, это, мне кажется, может и любой родитель То есть даже за прочтением сказки За просмотром мультфильма Даже вот на каком-то вот Общении просто вот ежедневном с ребёнком То есть говорить, когда мы радуемся Когда мы злимся То есть главное, чтобы это не выглядело как лекция Чтобы это было в процессе жизни Да Вот это мне приносит удовольствие Да Я сейчас, например, там, досчастлива Я сейчас спокоен Да? Потому что вот я знаю, например, некоторых деток Которые волнуются, что мама не улыбается То есть им кажется, что если мама не улыбается в это время То значит, что-то происходит не то И мама должна объяснить, да Что я не всегда буду улыбаться Но у меня в жизни, как бы, всё хорошо Да? Да Или многие дети говорят, там, например Спрашиваешь, какое настроение Они говорят, весёлое Вот А я вижу, что, например, он не радуется Не улыбается, не подпрыгивает Я говорю, мне кажется, у тебя скорее спокойное настроение Вот тоже важно это дифференцировать Потому что Некоторым детям кажется, что если у них настроение не весёлое Значит, плохое То есть вот А нет такого понятия, как вот спокойное эмоциональное состояние Или умиротворённое, там, например То есть каких-то вот таких деталей Именно эмоциональных состояний Они не чувствуют И, конечно, вот нам важно их объяснять Да Катюша, давайте мы с вами поделимся такими рекомендациями Да, каким образом можно через цвет, музыку, краску Да Помочь ребёнку Например, опять-таки, выстраивая диалог Проговорить о том, что он чувствует Есть какие-то у вас такие упражнения Которые, вот, может, например, любой родитель сделать дома? Ну, есть очень много упражнений, например По коррекции негативных эмоциональных состояний Например, по коррекции страхов То есть их знают наверняка там многие родители Что страх свой можно нарисовать Можно смять, порвать Хорошо, если ребёнок ещё эмоционально это покажет Что, вот, например, какой твой страх Там, да, и войдёт вот в роль своего страха Вот Есть также для развития просто вот эмоционального Различной методики Это можно посмотреть, например, разные карточки эмоций То есть эмоциональные лица Это когда вот, типа, смайликов, да, таких? Да, разные смайлики Улыбается, или он опечален Или у него нейтральное настроение, да? Да, и глядя на эти смайлики, например, спросить ребёнка Когда у тебя такое же настроение? А ты можешь нарисовать, что тебя радует, например И вот дети часто там рисуют, например, подарочки, игрушки какие-то Вот, потому что нам иногда кажется Что вот с негативными эмоциональными состояниями нужно, вот, да, бороться Нужно их как-то корректировать Нужно их исправлять А вот позитивное развивать уже как-то не нужно Вроде как они сами по себе возникнут Ну, вот не всегда так Иногда на позитивные эмоции тоже важно ребёнка вот к ним подвести немножко Да, и чтобы ребёнок держал в фокусе, да, вот, например, их больше Да, то есть он понимал, вот, что мне приносит радость Потому что ведь бывает так, что вот ребёнок может сказать, что Ой, меня ничего не радует То есть бывает так, что у детей какие-то переживания Они настолько вот затмевают их другие эмоциональные состояния Что ему очень трудно вот прийти в себя Прийти в спокойное эмоциональное состояние Поэтому ему важно именно вот прорабатывать Какие же вещи мне приносят радость Какие удовольствия Мы с детьми часто там обсуждаем, что вот я радуюсь тогда-то Я чувствую удовольствие тогда-то Там, например, когда мороженое кушаю И вот им это приятно Когда светит солнце Да, вспоминать и держать вот именно в сознании Что, ой, ведь я могу там сейчас порадоваться Не всё же так плохо, если даже погода не очень хорошая То есть я могу найти какой-то способ себя обрадовать Отлично Для осознания вот у меня, например, в практике есть такой метод Который мне нравится, как он работает с детьми Тогда я сажу ребёнка Берём гуашь, краску, альбомные листы И проговариваем, да, какую-то эмоцию Например, радость, какого цвета у тебя радость Да, и вот он там говорит Мама, пусть это будет жёлтый Хорошо, жёлтый Почему жёлтый? Ну, это цвет там солнца, цвет там одуванчиков Цвет ещё чего-то И он рисует Это там, можно любую фигурку зарисовывать Хорошо, а когда я сержусь Как ты думаешь, какой цвет? Когда ты сердишься, не знаю, какой цвет А вот когда я сержусь, это берёт коричневый цвет То есть вот через проговаривание и прорисовывание Когда мы эмоциям присваиваем определённые цвета Потом разрешаем эти цвета трансформировать То есть как бы раскрашивать Вот из этого коричневого пятна Мы можем сделать, не знаю, машину, ещё что-то Происходит как раз работа опять-таки с эмоциональной сферой ребёнка Это легко сделать Найдите время, найдите краски Поймайте ребёнка, садите рядом с собой Ещё хорошо через пластилин это вот как раз Чтобы все образы были не такие вот, не плоскостные А, например, живые В объёме Да, объёмные образы То есть мы, например, сравниваем эмоции с разными животными То есть моя злость похожа на серого волка И они начинают лепить этого серого волка из пластилина И иногда даже другие краски примешивают То есть это более такое чёткое своё сознание эмоций И объёмное То есть они уже И образ сразу же, да? Да, сразу уже образ То есть иногда сравниваем с погодой Но это тоже надо смотреть в зависимости от возраста Может быть, младшим школьникам будет легко сравнить своё состояние с погодой А вот если мы касаемся дошкольного возраста То там лучше на сказочных персонажей перейти Да, 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 легко Ну и плюс ко всему, смотрите, всё, что у нас лепится, всё, что у нас попадает в руки Да, в таких там вот, будь то глина, будь то пластилин, да, воск Это опять-таки развитие и моторики, да, и своих вот этих чувственных каких-то Да, и цветовосприятия, сенсорные талоны так усваиваются То есть тут работаем мы не только с эмоциями, но и с эмоциональным интеллектом Ещё такой вопрос Этот вопрос уже задают родители, когда готовилась к программе Понятно, здорово, когда ребёнок умеет радоваться Да, здорово, когда ребёнок может контролировать свои эмоции Кстати, в каком возрасте ребёнок может контролировать свои эмоции? Ну, считается, что вот уже произвольность формируется ближе к началу первого класса То есть вот... То есть когда, например, папа приходит на консультацию и говорит Там, мой пятилетний сын обязан, уже там, да Мы с вами, конечно, останавливаем и говорим Ещё не созрели даже, да, те функции Да, 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 то есть вот... И причём к семи годам это уже не стоит думать, что всё сформировано должно быть То есть это только начало Вот, считается, что там вплоть до подросткового возраста вот это всё... Функция программирования, самоконтроля развивается в самом активном фазе Да, вот это развивается, да Поэтому, конечно, родителям следует запастись терпением И учить, и учить Да, да, да Регулировать свои эмоции Мало того, что, опять-таки, я всегда говорю, сравнивать вот эти возрастные нормы, да И не пытаться найти в ребёнке какой-то дефект в то время, когда это ещё ему не по возрасту Потому что часто с такими мы сталкиваемся с вами, да Часто бывает, что родители опережают события И, конечно, мы все хотим видеть своих детей уже воспитанными, уже организованными, полностью себя контролирующими Но вот, к сожалению, мы с вами все росли постепенно, и дети тоже растут постепенно Или, к счастью даже, мне кажется То есть они вот ещё постигают этот эмоциональный мир И хорошо, что они начинают как-то себя хотя бы контролировать с подачи взрослого То есть пока вот у них действует ещё внешний контроль, то есть в позиции взрослого То есть взрослый может им сказать, что я вижу, что ты злишься, ну давай потопай сильно ногами По три ручки там сильно, чтобы у тебя они были горячие Чтобы как-то выпустить свою злость Вот родители часто тоже, бывает, ошибку совершают Говорят, что не злись, не бойся Не плачь Да, то есть они сразу дают запрет на эмоции Хотя на самом деле негативные эмоции, позитивные, они требуют выхода И, конечно, нам надо посоветовать родителям Именно выпускать эти эмоции, чтобы способствовать, чтобы дети, они их могли адекватным образом выпустить То есть не кого-то постучать там и обидеть, а вот потопать лучше, похлопать и так вот выпустить эмоции Вот мне очень понравилось в свое время, эту методику я увидела в первый раз в Финляндии Когда появляется такой стаканчик для крика, он всегда стоит в одном и том же месте Ребенок уже к этому приучен, что этот стаканчик находится здесь И если его что-то не устраивает, если он чувствует то, что его переполняет У него есть, как говорится, позволение, разрешение Он подбегает к этому стаканчику, он туда кричит все, что он думает Иногда в очень таких неизвестно каких вообще интонациях это все Но родители в этот момент не вмешиваются, педагоги в этот момент не вмешиваются И после этого, когда все прокричалось вот в этот стакан, да Идет ребенок под кран И образно, прямо, да, вот так с помощью воды, прямо руками Я видела дети, прямо, да, стараются с мылом Смывают вот все, что вот это было сейчас только что у них И кричат, вот смотри, как уплывает мое плохое настроение в канализацию Да, вот такой, прямо, такой простой очень метод Но он дает ребенку осознание того, что я, то, что у меня накопилось Я могу это выговорить, выкричиться и расстаться с этим навсегда Да, очень часто еще используют коврики рисования с водой Когда вот рисуют обиды тоже И, например, потом видят, как эти обиды растворяются на коврике Вот, или тоже используют, например, коврики эмоциональные То есть просто вот в какой-нибудь уголок стелят коврик И говорят, что вот это коврик злости Ты можешь там потопать, попрыгать, что угодно сделать То есть вот выпустить свои эмоции Может быть, коврик для грусти, да, где можно посидеть, погрустить И тем самым ребенок транслирует, да, что Обратите на меня внимание, я почему-то сегодня грустный, да Да, и тем самым мы показываем ребенку, что все эмоции можно испытывать Что нет запрета ни на какие эмоции Причем это все делается легко и просто, да И прежде всего, опять-таки, я всегда разворачиваю сторону Прежде чем нам с вами пытаться разбираться со своим собственным ребенком Надо очень много вопросов задать себе, да, родителям Потому что, а вообще, почему меня сейчас беспокоит И вызывает в бурю эмоций, там, например, какой-то протест ребенка Да, потому что, может быть, я в свое время, да, не имел права на этот протест И мне теперь кажется, что мой ребенок не имеет права на эти тоже эмоции Эти переживания Да, очень важно, конечно, отслеживать эмоции в себе прежде всего Потому что бывает такое, что нас раздражает в детях То, что присуще нам самим, вот как вы сказали, да И действительно, это не случайно То, что надо тоже подумать и позволить себе испытывать эмоции прежде всего Ну, а этому можно учиться, как мы сегодня с вами узнали Причем легко и просто Может быть, что-то посоветуете посмотреть, какие-то фильмы, книги почитать Может быть, что-то еще для детей Вот я сейчас прямо вспоминаю Просто в интернете набрать мультфильм «Ясно-облачно» Вот там как раз показано про хорошее и плохое настроение Которое бывает у каждого, наверное, в этой жизни И как с этим можно справиться, да? Да, мультфильмов очень много Вот еще и с советской мультипликацией Я часто их тоже детям показываю То есть, например, мультфильм «Просто так», где там дарят букет И, соответственно, настроение меняется сразу в лучшую сторону Там несколько животных Вообще, вот советская мультипликация Там очень ярко выражены эмоции И вот, наверное, стоит на нее обратить внимание Ну, и мне очень нравится Вот если есть книг Работы Гиппинрейтер Там очень хорошо Вот как раз есть и игры у нее на эмоциональный интеллект Кстати, вот разные карточки с эмоциями То есть, там можно родителю просто сесть И разобирать ситуации, написанные на карточках А как бы я поступил, например, если бы меня не пустили гулять? А чем бы я мог себя занять? Ну, и вот разные такие вот истории, ситуации Которые можно просто вот такой игровой непосредственной форме Разобрать и уже подготовить ребенка к испытыванию эмоций Да, и не забывайте о том, что на то они и эмоции Чтобы они появлялись и раскрашивали нашу жизнь во все цвета радуги Что мы себе это ни в коем случае не запрещаем Потому что сейчас об этом уже говорится, мне кажется, практически отовсюду Со страниц книг, журналов, газет, радио Отовсюду, что все спрятанные эмоции, так или иначе Задавленные эмоции Потом дают о себе знать В виде, например, каких-то других уже состояний Связанных с телом Ну что, друзья, надеюсь, что вам сегодня понравилась наша программа Это была программа «Практическая психология» Сегодня вместе с Екатериной Куклиной мы рассказывали о мире детских эмоций Катя, вам большое спасибо Спасибо, что пригласили Всего доброго Всего доброго Практическая психология